На минувшей неделе Альянс Телантис собрал журналистскую братью, дабы объявить, продукция завода PSMA Rus, что под Калугой будет активно отправляться на экспорт. А ещё здесь начнут выпускать коммерческие автомобили Fiat. Кстати, в мире Комтранса случилось одно важное событие. MAN доказал, что электробус на одной зарядке способен отмахать больше 500 километров. Остальные новинки из премиальной вселенной. Porsche провела рестайлинг своего Macano, Audi презентовала любопытнейший RS3, а Mercedes-Benz наградил S-класс новыми опциями и версиями. Ах да, ещё одну новость подарила BMW, показав, какой четверть века назад могла стать, но не стала семёрка. Сегодня Калугу можно считать одной из столиц российского автопрома. И сегодня группа Стелантис объявляет здесь о запуске новых автомобильных проектов. Каких? Сейчас расскажем. Для начала напомним, что Альянс Стелантис на 70% владеет калужским заводом PSMA, то бишь Peugeot, Citroёn, Mitsubishi. Впрочем, это название можно признать неактуальным. Ведь вдобавок здесь собирают коммерческие модели Opel, а вскоре начнут делать автомобили Fiat. Так, в Калуге решено выпускать фургоны и микроавтобусы Fiat Scuda. Да, машина сама пока не представлена даже на мировом рынке. Однако совершенно очевидно, что это будет ещё один близнец Citroёn и Jumpy, Peugeot Experta и Opel Vivara. Напомним, что в семействе фургонов Fiat Scuda уже был, но в прежнем поколении, до 2016 года. В московском офисе Стелантиса уверяют, что новый Scuda по большей части ориентирован на Европу. Старый свет автомобили будут поставлять прямиком из Калуги. Однако российские дилеры Fiat тоже планируют торговать новинкой. Вообще, экспортные планы PSMA поистине грандиозны. В ближайший год автозавод готовится стать ведущим экспортером автотехники на рынок Евросоюза. За границу должны отправиться более 30 тысяч автомобилей. Тысяча фургонов и микроавтобусов калужской сборке недавно была отгружена немецким дилером. Мы знаем, что немецкие клиенты очень требовательны, и мы гордимся, что нам удалось убедить, что автомобили российского производства высококонкурентоспособны. Мы проводили специальные клиентские тесты, и немецкие потребители были крайне удивлены, насколько качественно собраны автомобили, насколько хорошо выполнена антикоррозийная обработка. Нет претензий и к турбодизелям 1.6, выпуск которых здесь начали минувшей весной. Впереди этот мотор ждет углубления локализаций. В частности, блок цилиндров начнет отливать компания из периметра группы ГАЗ, а мехобработкой займется уже сам ПСМА. Двигатели в исполнениях Евро-5 и Евро-6 готовы закупать буквально по всему миру, в Европе, Латинской Америке и Северной Африке. Ожидается, что по ту сторону границы будет уходить до 80% всего тиража. В этом году компания намерена создать тысячи новых рабочих мест, так как завод будет не только наращивать объемы, но и осваивать новые производственные операции, в частности, штамповку наиболее важных кузовных элементов. Общеизвестный недостаток электрических автобусов, кроме высокой стоимости и запредельной массы, это небольшой пробег на одной зарядке. Однако немецкая компания MAN надумала доказать, что их электробус вовсе не чета всем остальным. Так, на один из транспортных маршрутов немецкого Мюнхена вышел самый обычный Lions City E, который уверенно отпахал суточную смену, преодолев 550 километров, и все это не заезжая на зарядную станцию, чтобы заправиться электричеством. Секрет успеха в конструкции аккумуляторов, разработанных Volkswagen. Кроме того, для электробуса крайне важна совершенная система терморегуляции, чтобы он одинаково эффективно расходовал энергию и в мороз, и в жару. За счет всех этих решений модель Lions City E гарантирует запас хода до 270 километров на протяжении всего срока службы батарей. Однако на практике 12-метровая пассажирская машина готова пройти от 300 до 400 километров. Как показали исследования, такие пробеги покрывают потребности большинства клиентов марки MAN. Правда, для наибольшей дальнобойности водителям полезно пройти специальные курсы, где их обучат экономить заряд аккумуляторов. Собственно, трюк, когда электробус отмахал 550 километров, выполнялся профессиональными испытателями. Но MAN-овцы уверены, что его реально повторить силами рядовых перевозчиков. Было бы желание. И еще одна новость электромобильного толка. Отечественный КАМАЗ готовит двухосный электрический грузовик под названием «Чисто гор». Грузоподъемность этого шасси составит 12 тонн при 20-тонной полной массе. Запас хода довольно скромный 100 километров. Но это для мусоровоза, у которого вдобавок подключена установка для прессования мусора. Зато переход на электричество позволил исключить выбросы вредных веществ и кардинально снизить уровень шума. Вскоре на шасси начнут монтировать изотермические фургоны, коммунальную технику и любые другие надстройки, включая платформы-эвакуаторы. Группа ГАЗ пошла дальше. Из ее «Газели NEXT» немецкая компания EFAS сделает электромобиль на водородном топливе. В ближайшие месяцы первые машины пройдут необходимые испытания и сертификацию по стандартам Евросоюза. Водородную версию строят на тяжелой версии NEXTA, оборудовав шасси топливными элементами, системой хранения водорода, тяговой батареей и электродвигателем. Дальнобойность такой машины составит около 500 километров. Audi закончила формирование своей третьей серии. После обычной A3 и подогретой S3 свет увидела бескомпромиссная RS3. При этом RS-ка умудрилась сохранить знаменитую рядную пятерку. Хотя пределы форсировки, похоже, исчерпаны. Мотор выдает прежние 400 сил. Впрочем, крутящий момент сделался пусть немного, но больше. Коробка передач тоже прежняя. Это безальтернативный семиступенчатый преселектив. Так что главное событие — смена идеологии полного привода. Вместо нижесевого дифференциала появились бортовые фрикционы на задних колесах. На каждое колесо электроника может перебросить до 100% крутящего момента, таким образом управляя вектором тяги. Благодаря новой трансмиссии Audi даже обучилась дрифтовать. Другой любопытнейший навык — умение быстро ездить по гоночным трассам, для чего перечень ездовых режимов дополнен специальным. Любителям спортивных заездов понравится возможность заказать адаптивные амортизаторы и углерод-керамические тормоза. Серьезно доработанное шасси, радикально усиленные тормоза — пункты, безусловно, важные, но вполне ожидаемые. И, наконец, финальное. Новинка оказалась быстрее предшественницы, так как при разгоне до сотни выезжает из 4 секунд. Максимальная скорость — ожидаемые 250 км в час. Но за доплату хватку электронного ошейника можно ослабить. Стоимость и этой операции, и самого автомобиля узнаем позже, когда модель доберется до нашего рынка. Также до России непременно доедут трехдверки «Мини» из специального тиража, посвященного юбилею дружбы между британской маркой и семьей Куперов. Ведь именно Джон Купер 60 лет назад поверил, что неказистый хэтчбэк может стать крутым спортивным снарядом. Вспоминая начало этого партнерства, «Мини» сделала 740 машин цвета British Racing Green, обильно украшенных декором белого цвета. Кроме того, на кузове щедро разбросаны памятные шильдики, плюс нанесен бортовой номер 74. В салоне присутствуют спортивные сиденья, всевозможные таблички и прочее-прочее. А в подвеску добавлены адаптивные амортизаторы. В Россию придут 60 машин, но ценники пока остаются секретом. Владельцы нынешних кроссоверов Porsche Macan будут немало расстроены. Ведь после рестайлинга всем исполнением этой модели достались бамперы до степени смешения, напоминающие обвес ныне топовой версии Turbo. Кроме того, обновленцу безвозмездно полагаются адаптивные фары и 19-дюймовые колеса, за которые прежде приходилось доплачивать. Также бесплатным сделался хронометр на вершине передней панели салона. Вот только слово «бесплатно» надо употреблять предельно аккуратно, ведь новичок оказался на 740 тысяч рублей дороже дорестайлинговой машины. И это база, а остальные вариации подорожали ещё сильнее. Впрочем, такая доплата отчасти обоснована, ведь начальный двухлитровый Macan сделался мощнее. В версии S перепал более современный агрегат, что прежде ставили на GTS, а сам GTS примерил более производительный мотор. Модификация Turbo упразднена. Все автомобили оснащены 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Шасси перенастроено, притом адаптивные амортизаторы стали стандартным оснащением для Macan S, а Macan GTS отныне по умолчанию имеет пневмоподвеску. Ещё одно приобретение — полностью новый тоннель по центру салона, где аналоговые кнопки сдали постсенсорным. Также внутри появились другие варианты отделки, селектор трансмиссии и руль. В продаже обновлённый Porsche появится до конца этого года, а потом будет предлагаться достаточно долго, ведь следующее поколение модели будет чисто электрическим, а его премьеру придётся подождать как минимум пару лет. Годовалому Mercedes OS-класса обновляться пока рановато. Однако некоторые перемены этой модели таки коснулись. В частности, седану ожидаемо досталась гидропневматическая подвеска, способная управлять каждым колесом отдельно по показаниям от стереокамеры. Кроме того, флагман трёхлучевой звезды разжился адаптивной системой освещения задней части салона, а также ассистентом, что готов услужливо подать ремень безопасности заднему пассажиру. Правда, всё это платные опции. Кроме того, гамму пополнил подзаряжаемый гибрид Mercedes-Benz S580i. Под капотом установлен трёхлитровый турбомотор, а в девятиступенчатый автомат встроен электромотор. Пиковая мощность гибридной установки свыше 500 сил. Литиево-ионная тяговая батарея теперь расположена не за спинкой заднего дивана, а под полом багажника. На чистом электричестве такой S-класс готов отмахать свыше 100 километров, а до сотни он ускоряется за 4,4 секунды. Эта новость имеет аж четвертьвековую выдержку. BMW неожиданно рассекретила проект представительского седана ZBF образца 1996 года. В своё время этот прототип, что называется, зарубили, но сегодня вдруг показали широкой публике. И знаете почему? Как минимум из-за огромных ноздрей. Оказывается, наделить машины двумя огромными решётками, что стали приметой современных баварцев, дизайнер Дёди Нагасима предлагал ещё тогда, 25 лет назад. Впрочем, некоторые решения перешли на серийные BMW гораздо раньше. В образе концепта можно обнаружить черты будущей семёрки E65 и тройки E90, а контроллер iDrive вообще стал обязательным элементом всех следующих интерьеров. Автомобиль намного крупнее предыдущей семёрки E38. И тогда, в 90-е, самыми большими из доступных на рынке колёс были 19-дюймовые. Поэтому у компании Dunlop мы заказали специальную модель для этого автомобиля. Впервые в жизни я разрабатывал рисунок колёсного протектора, и они его вырезали вручную. К слову, это ходовой прототип. Сегодня кузов концепта делали бы из простого в обработке пластика, например, из стекловолокна. Но машины на видео с металлическим кузовом. Очевидно, что изготавливать штампы ради уникального автомобиля бы не стали. Это ручная работа. Алюминиевый лист вручную выстукивали молотками на деревянных болванках. Это старый метод кузовщиков, ныне уже вымерший. В Италии есть несколько человек, которые всё ещё могут так работать. Поэтому мы сначала сделали полноразмерную модель из глины, а затем отправили её в Италию. В общем, замыленная сентенция, будто всё новое — это лишь хорошо забытое старое, вновь доказала свою состоятельность. Хотя четверть века назад публика вряд ли бы по достоинству оценила задумку японского дизайнера. А напоследок о спорте. На автодроме Moscow Raceway прошла первая в России 24-часовая гонка на спортивных классических автомобилях — Classic 24. В четырёх зачётах на старт вышли 24 экипажа. Это были «Волги», «Жигули», «Москвичи» и «Иномарки» не моложе 89-го года выпуска. В каждой команде было от четырёх до шести пилотов. Притом места за рулём заняли как молодые спортсмены, так и достаточно именидые гонщики — Алексей Савин, Леонид Панфилов, Татьяна Елисеева и Алексей Васильев. Старт был организован в духе классического «Лимана». Автомобили выстроились ёлочкой и после взмаха российского «Триколора» отправились наматывать километры. Пилоты менялись каждые 40 минут. Гонка, ожидаемо, оказалась непростой. Запомнившись десятками битстопов, сотнями стёртых покрышек, тысячами литров израсходованного топлива и, конечно, фантастическими нагрузками на автомобили, экипажи и организаторов на протяжении всех 24 часов. Наравне с марафонами в Лимане, Спа, Нюрнбурге и Дайтоне, «Классик-24» вошло в число наиболее сложных и напряжённых стартов. Экипажи преодолели свыше 2000 километров — это расстояние от Москвы до Тюмени. А победили команды, проехавшие большее количество кругов за 24 часа. Первым финишную черту пересёк экипаж на автомобиле «Мазда 3-2-3» в составе Константина Квашнина, Василия Владыкина, Давида Погосяна и Антона Надежкина. За сутки автомобиль проехал 513 кругов — это более 2000 километров. Экипаж выиграл зачёт «Туринг Мондиаль». Победителем гонки в классе «Абсолют СССР» и обладателем главного приза стал экипаж Дениса Мысачёва, Владимира Панкевича, Алексея Васильева, Ивана Трофимова и Максима Кадакова. На автомобиле «Москвич Иш-412» пилоты преодолели без малого 2000 километров. В зачёте «Жигулей» первое место занял экипаж на классической копейке ВАЗ-2101. Седан по очереди пилотировали Николай Шапошников, Екатерина Шапошникова, Александр Львов, Артём Фридман и Никита Галишев. Наконец, в классе «Волга» обладателем золота стала пятёрка гонщиков на 24-ке. Николай Бордодымов, Руслан Толоконников, Иван Коновалов, Андрей Чесноков и Денис Самсонов.